Сердце постоянно пребывает в непрерывном движении. Оно не может быть постоянно неподвижным, поэтому человеку необходимо его успокаивать. В этой связи Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что состояние сердца сынов Адама гораздо неустойчивее к кипящей воды. Теперь представьте себе движение сердца. Чем больше у человека имана в сердце, тем проще ему успокоить его, но сердце сокращается постоянно. И стоит нам только перестать успокаивать его, стоит нам только перестать наполнять его иманом, как все может перевернуться. И тогда вы уже не сможете контролировать степень его изменения и поворот. Поэтому своевременное успокоение сердца играет наиважнейшую роль. Итак, субханаллах, из всего этого мы извлекаем для себя множество уроков. Ученые упоминают, что если мы почитаем о праведных сподвижниках, то увидим, что им потребовалось достаточно времени для того, чтобы как следует внутренне усвоить все элементы веры. Они сначала вникли в суть неустойчивого состояния сердца и дали себе достаточно времени для того, чтобы укрепить свою веру. Ибн Масуд, например, говорит, «Мы читали десять аятов Корана, вникали в их смысл, заучивали их наизусть, воплощали их в действие, и только после этого переходили к следующим десяти». А теперь представьте себе хариджитов, о которых упоминал пророк да благословит его Аллах и приветствует, которые по многу заучивают Коран, но он не идет дальше их голосовых связок в горле. Знаете, есть такая поговорка, «Экстремистов свет лишает зрения вместо того, чтобы указывать им путь». Что же произойдет, если вода так и будет кипеть? Она полностью испарится, а значит, никакого имана не останется. Таким образом, человеку необходимо постепенно, не спеша, стабилизировать свое сердце, не перегружая его, поскольку иман, вера, обретается совсем не так. Иман увеличивается постепенно. Нельзя просто окунуться и сразу насытиться вдоволь. Он растет постепенно, и человеку требуется выбрать постоянство. Есть две мольбы от пророка да благословит его Аллах и приветствует, которые мы выучим сегодня, иншаллах. На первый взгляд они очень похожи, и кто-то может подумать, что они означают одно и то же. Но в этой самой разнице и таится скрытый смысл. Первым примером является наиболее часто произносимая мольба пророка да благословит его Аллах и приветствует, поскольку он всегда говорил «О устремляющий сердца, укрепи мое сердце на твоем пути». Если сам пророк да благословит его Аллах и приветствует, произносил данное дуа, чаще, чем все другие дуа, то что тогда говорить о нас? Разве пророк да благословит его Аллах и приветствует боялся проявления лицемерия? Разве он боялся, что его сердце вдруг изменится? Субхан Аллах! Как же тогда мы? Если эта мольба была самой часто произносимой пророком да благословит его Аллах и приветствует, то нам бы стоило тоже произносить ее чаще всего, и даже чаще, чем пророк да благословит его Аллах и приветствует, поскольку нашим сердцам не сравнится с его сердцем да благословит его Аллах и приветствует. Есть еще одна мольба, которая чуть схожа с первым примером. Но я хотел бы немножко обратить внимание на разницу, поскольку и тот, и другой пример приведены из достоверных источников. О направляющие сердца. В данном случае используется термин «мусарриф», нежели «мукаллиб». Как в предыдущем случае, «мукаллиб» означает «устремлять», в то время как «мусарриф» означает «направлять». Таким образом, он, направляющий сердца, направь мое сердце на благочестивые поступки. Первый пример наиболее часто произносимой мольбы нацелен на то, чтобы укрепить и удержать наши сердца на пути Аллаха, в устремлении к Аллаху, избегая прегрешений, то есть избегая устремлений к тому, что могло бы вызвать его недовольство. Вторая мольба нацелена на то, чтобы Аллах направил наши сердца к совершению благочестивых поступков. Таким образом, первая мольба с обращением к Аллаху уберечь нас от устремления ко всему, что может вызвать его недовольство. А вторая с обращением к Аллаху направит нас к тому, что вызывает его довольство. Две мольбы. Первая по важности «Я мукаллибаль кулюб саббит кальби аля динника». И вторая мольба «Я мусаррифаль кулюб сарриф кальби иля туатик». Аминь. Да укрепит Аллах наши сердца постоянством, в том, что вызывает его довольство. И пусть Аллах наполнит наши сердца стремлением к Нему. Таким образом, чтобы мы предстали перед Ним с этим самым чувством. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok